Еще совсем недавно мелкая и спокойная Агинка сегодня превратилась в полноводную реку. Течением повредила столбы электропередачи, под угрозой оказался деревянный мост. Сейчас он временно закрыт. Семье Дармаевых чудом удалось избежать подтопления. Вчера до 11 часов дня вроде спокойно было. В один час пришел вал, и вода на глазах начала подниматься, подниматься. Подошло к воротам. Невестка моя среагировала, быстро позвонила в голове администрации. Буквально через полчаса уже бульдозер приехал, камаз приехал. Вот это набрали и засыпали. И сразу же вода ушла. Большую воду в Агинском ждали. Заранее сделали насыпи из песка и гравия. Люди, проживающие в пойме реки, были оповещены и готовы к эвакуации. В самом поселке крайним мерам прибегать не пришлось. Воду остановила дамба. Построена еще в 2003 году. А вот селу Амитхаша повезло меньше. Больший паводок подтопил несколько домов и приусадебных участков. Было эвакуировано порядка 200 человек. Но все равно вода пришла. Было подтоплено порядка 197 домов и приусадебных участков. Ночью были развернуты пункты временного размещения людей. Это в Амитхашской средней школе, здесь в поселке Агинское на базе гимназии и на базе педагогического училища. Еще более сложная ситуация сложилась в Дульдургинском районе. В Топтанае дождевая вода, скатывая сопок, затопила пять домов. В доме вот так было, когда я все. А вышли мы вот так и оббрасывали. Ой, ну хоть что-то из имущества эвакуировали, нет? Бесполезно, ничего не успели. Но использование уже не было. Уже работает комиссия-то, да? Вчера отрабатывали? Вчера отрабатывали еще. Так что будем вас включать в списки на возмещение полного ущерба. Разрушенные четыре моста река Урдаага, вышедшая из берегов, смыла асфальт на дороге, ведущей от Дульдурги к профилакторию Уксахай. Оселочи, Далей и Токчин вовсе на время остались без автомобильного сообщения. Сейчас здесь организован объезд. Наталья Жданова, оценив ситуацию лично и пообщавшись с местными жителями, пришла к выводу, что оперативные службы в Агинском бурятском округе сработали на высоком уровне. Убедилась в том, что максимально организовано здесь все. И начиная от оповещения и информирования населения, включая эвакуацию населения. И уже сегодня мы посмотрели, в том числе все ремонтно-восстановительные работы начались в полном объеме. Здесь вчера побывала дополнительная наша маневренная группа во главе с руководителем департамента ГУ и ЧС. Здесь в ближайшее время будет служба заказчика отрабатывать. На месте сейчас работают и комиссии, которые оценивают причиненный ущерб. Губернатор края дала поручение главам района в ближайшее время все необходимые документы передать в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.